здрасте всем сегодня мы будем монтировать тепловизионный прицел фортуна general one 6l на кронштейн маг блейзер нового образца с креплением на магнитиках и сегодня вам покажу как мы это делаем для этого нам нужен тепловизор одна штука кронштейн одна штука и маг адаптер одна штука мы смонтируем то есть вклеим прицел на маг адаптер и маг адаптер вклеим на сам кронштейн блейзер есть два полярных мнения люди говорят что приклейка не нужна я просто скрутил свинтил у меня ничего не отвалилось не раскрутилась и есть другое мнение специалистов в том числе на фирме mac apple и многих других уважаемых фирмах что клеить просто необходимо так как мы придерживаемся технологии установки прицелов той который научены мы будем клеить потому что ну если мы не приклеили у нас может быть и не раскрутиться но если мы приклеили у нас точно не раскрутиться более того на очень уважаемый немецкой фирме mac так же как на апеле на рекнагеле на многих многих других на кольцах нарезаны вот такие канавки где-то больше где-то меньше но как правило они везде есть вот это как раз под клей чтобы излишки клея вошли в замок определенный клей мы используем для чего чтобы сделать монолитную конструкцию чтобы даже нигде никакие малейшие зазорчики у нас не бились и не расшатывались мы создаем монолит клей мы используем опять же рекомендованный немецкими производителями кронштейнов уху плюс раньше он назывался уху 300 плюс почему 300 потому что он выдерживает разрывную нагрузку 300 килограммов на квадратный сантиметр этот клей не дает усадку ну так называемый из эффекта старения то есть он не усыхается и не отрывается с одной стороны или из двух не становится прокладкой и что немаловажно коэффициент теплового расширения этого клея близок к коэффициенту по расширению металла плюс мы еще будем использовать резьбовой клей фиксаторы резьбы ну в процессе я уже все более подробно расскажу начинаем подготавливать поверхности к склейке в простонародье будем обезжиривать мы будем использовать бензин калоши бензин калоши это замечательный такой состав который ну не сильно пахнет крайне быстро сохнет то есть испаряется бензин калоши не повреждает лакокрасочные и резиновые покрытия при разумном использовании если мы даже капельку капнем на белый халат он у нас моментально испариться не оставив никаких налетов ни желтых разводов ничего то есть как будто бы ничего не было мы берем ватные палочки смачиваем их и начинаем разрушать технологические пленки масла которые здесь были не боясь пролить бензин калошу на корпус то есть он от этого не пострадает начинаем проходить резьбы вот я думаю хорошо видно это не это не самая страшная резьба бывает значительно более грязные резьбы принципе бензином калоша мы разрушили масла и другие технологические пленки пусть пока он у нас сохнет точно также мы сейчас тщательно пройдем mac адаптер вот видите он тоже только-только из пакета но он уже у меня грязница эта часть у нас точно также будет приклеиваться поэтому мы ее и так же проходим резьбы я думаю все прекрасно видно что это было необходимо сделать сделать я думаю что пользоваться резьбовым клеем не совсем разумно это у нас первичная обработка потом мы будем дальше обезжиривать четырежды хлористым углеродом но это звучит страшно на самом деле это основа любой обезжирки также первичную обработку у нас макадаптер прошел и переходим к самому маку культура производства немецкая на высоте но все равно несмотря на это у нас не огромное количество грязи но все равно присутствует винты которые будут использоваться мы бросим в обезжирку тщательно проболтаем в принципе этого достаточно мы можем их выкладывать на салфеточку чтобы они точно так же высыхали приступаем к к финишной подготовки склеиваемых поверхностей простонародье обезжирки 4 за хлористым углеродом точно так же сначала начинаем с прицела технологическим процессом предусмотрено еще провести обезвоживание ацетоном но так как у нас здесь обрезиненный корпус мы не будем рисковать мы можем пренебречь данной технологической операции без ущерба эксплуатационным качеством окончательно прогоняем резьбы но это уже у меня ватка выходит чистенько это формальность но ее нужно соблюсти все окончательно обезжиренный прицел кладем на досыхание испарения мак-адаптер окончательно подготавливаем под приклейку то есть у нас как раз уже ватка беленькая чистенько но все равно мы должны соблюсти технологический процесс и точно так же сейчас прогоним еще резьба вот уже значительно лучше теперь мы можем быть уверены что ничто не попрепятствует нормальному сцеплению поверхности друг с другом и такая же небольшая формальность наш замечательный мак нового образца так все готово к приклейки начинаем размешивать клей мы выдавливаем равное количество клея тщательно перемешиваем чистый зубочисткой ждем 5 минут чтобы клей вступил в реакцию и потом еще раз тщательно его перемешиваем остатки клея которые останутся у нас мы равномерным слоем размажем по вот этой картонке и на следующий день на слом определим насколько хорошо клей полемизировался или готовы ли оружие к стрельбе то есть к приведению к нормальному бою или по нашему походничек при стрелке как я говорил по прошествии 5 минут мы еще раз тщательно перемешиваем клей и приступаем к склейке у нас есть резьбовой клей его можно наносить на винты непосредственно но нам будет удобнее нанести клей в резьбу тут самое главное не переборщить потому как если клея будет много налито он выйдет и смешается с этим составом это нежелательно поэтому на пару витков чуть-чуть наносим фиксатор резьбы а для надежности потом головку винта мы поклеим я покажу как это делается аккуратно наносим клей на поверхности особенно внимание уголкам чтобы он максимально заполнил все полости клей очень жидкий лишний выдавится пусть лучше нам немножечко больше придется вытирать излишки чем его не хватит на заполнение как говорил ранее для большей надежности мы подклеим головку винта то есть мы капельку клея нанесем на скат это гарантированно не позволит стронуть винт по резьбе без нагрева винты подобного сечения затягиваются с усилием 3 ньютона метра мы уже заранее выставили динаметрическую отвертку и дотягиваем винты на 3 ньютон и метрах идет срыв у нас два винта затянуты с одинаковым рекомендованным усилием особое внимание уделяем боном так называемым наша задача при приклейке создать жесткую монолитную конструкцию поэтому мы их аккуратненько со всех сторон обволакиваем клеем лишний уйдет на поверхность и дальше наносим слой клея по всей поверхности после чего мы опять добавляем резвовый клей здесь мы уже особо не обращаем внимание сколько мы его наносим потому что излишки выйдут через отверстие наружу как я уже говорил ранее винты этого сечения мы затягиваем с усилием 3 ньютона метра на квадратный сантиметр излишки клея которые у нас появились сбоку мы можем или удалять или же оставить как подсказку для будущих поколений что кронштейн склеен у нас осталось только отрегулировать зажимы захваты и привести оружие к нормальным бою вот здесь у нас есть излишки клея сейчас мы их уберем воспользуемся ватной палочкой уберем самый клей вот здесь чуть-чуть клеем и можем оставить как подсказку что он все-таки был приклеен если не нравится можем убрать ну вот нас в итоге смонтированный прицел то есть когда клей полемизируется но смысле высохнет это будет единая монолитная конструкция которая от вибраций у нас не начнет раскручиваться когда прицел проектируется он проектируется на нагрузку на отдачу и если в процессе эксплуатации начнут раскручиваться винты в один прекрасный момент к нему добавится еще дополнительное усилие на которое он не рассчитан тогда он может либо сгореть либо могут выскочить стекла ну много что может произойти мы это видели неоднократно и даже многие производители очень уважаемые вот тепловизионной техники ночной техники прямо в фаспортах пишут что неправильно установленный прицел даже написано не приклеенный прицел гарантии не подлежит